Казахстан 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 Никол Пашинян обвинил УДКБ в бездействии, а Россию в том, что она использовала уязвимость Еревана для смены власти. Итак, начнем выпуск. На неделе прошла крупная встреча лидеров стран в Китае. 17 октября Сей принимал иностранных гостей, прибывших из более чем 140 стран, включая президента Казахстана Касымжу Марта Токаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главу Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедова. Отмечу, что на важные мероприятия ездит именно он, а не его сын Сердар. Российский лидер Владимир Путин тоже принял участие в двухдневном мероприятии. Ранее Пекин он посещал ровно за 20 дней до начала вторжения в Украину в 2022 году. Китайский лидер Си Цзиньпинь отмечает 10-летний юбилей инициативы «Один пояс, один путь» масштабного проекта стоимостью 1 триллион долларов. С Казахстаном в этот раз было подписано несколько соглашений. Касымжу Март Токаев, к слову, приковал внимание всех мировых СМИ. Наш политический обозреватель Жанна Алпызбаева расскажет подробнее о деталях. Жан, добрый вечер. Добрый вечер, Мелина. Справедливости ради стоит отметить, что Касымжу Март Токаев не зря блистал в заголовках СМИ. Общественность отмечала его речь на чистом китайском языке. Это неудивительно, ведь он учился в Пекинском университете языка и культуры 40 лет назад. В 1983-м, когда тот еще был лингвистическим институтом. Как оказалось, Токаеву там посвящена целая витрина с его архивными документами времен обучения в университете. Обо всем по порядку через несколько секунд. Визит Касымжу Марта Токаева в Альма-Матр получился весьма душевным, отмечают СМИ. Перед экскурсией казахстанский лидер пообщался со своим бывшим преподавателем Лю Шицыним. Мне очень приятно спустя 40 лет вновь оказаться в стенах моего университета и встретить вас в добром здравии. Хочу особо отметить ваше трудолюбие, стойкость и бодрость духа. Знания, которыми вы делились со своими учениками, бесценны. Эксперты отмечают, что визит президента к учителю укладывается в концепцию конфуцианства, где во главу угла ставится почет старшим. А это, в свою очередь, прибавляет очков Токаеву для общества Поднебесной. Там же состоялась церемония открытия бюста Абу Насра Альфа-Раби. После Касымжу Марта Токаев пообщался со студентами вуза на казахском и китайском. Китайские пользователи соцсетей тоже высоко оценили свободное его владение китайским языком, а некоторые даже похвалили его речь. Он владеет китайским даже лучше, чем большинство китайцев. Но непосредственно к сути. По итогам первого дня визита Астана и Пекина заключили 30 коммерческих документов на сумму более 16 миллиардов долларов. Казахстан и Китай готовы увеличить пропускную способность Транскаспийского транспортного маршрута в пять раз. По крайней мере, каждая сторона взяла на себя такие обязательства. С первых дней Казахстан твердо поддерживает вашу глобальную инициативу и активно участвует в ее продвижении. Продолжается реализация 52 совместных проектов с объемом инвестиций 21 миллиард долларов. 24-й год, следующий год, объявлен годом казахстанского туризма в Китае, что откроет большие перспективы для этой сферы. Кстати, о туризме. Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем вступает в силу с 10 ноября. Вообще, в этот раз в Пекине звучали громкие заявления, например, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Впрочем, об этом говорят не впервые. На торжественном приеме Си заявил, что в рамках инициативы «Пояс и путь» реализованы тысячи проектов практического сотрудничества и достигнуты ощутимые и весомые результаты. Вот так не больше и не меньше. Казахстан Шумар Тукаев тоже взял слово на открытии третьего форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь». Кстати, СМИ отмечают, что он был единственным президентом из стран Центральной Азии, выступившим с речью. Благодаря инвестициям в стран-участниц данного проекта, свыше 150 стран Азии, Европы и Африки соединены разветвленной сетью железных дорог, высокоскоростных автотрасс и морских путей. Проект стал всеобщим благом для наших государств, которые в условиях колоссальной турбулентности мировой экономики могут дать эффективный ответ сложнейшим вызовам современности. Он поделился планами по прокладке 1300 километров новых железнодорожных путей в течение трех лет, открытию третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем и строительству новых сухих портов Бахты и Калжат. Без малого Тукаев назвал проект ренессансом великого шелкового пути. Тем временем министр транспорта и коммуникации поясняет, что такое для Казахстана открытие третьего ЖД пункта. Впрочем, логисты нашей страны и так знают, насколько это нужно. Для чего нужен третий железнодорожный пункт пропуска. Сейчас имеются два железнодорожных пункта пропуска мощностью 28 миллионов тонн. В текущем году мы ожидаем, что они будут загружены на полную мощность. И сейчас необходимо развивать новые пропускные возможности между нашей страной и Китаем. Третий железнодорожный пункт пропуска позволит нарастить объем перевозок между Казахстаном и Китаем до 50 миллионов тонн. Пока казахстанские СМИ гордо заявляют о том, что Тукаев был в центре внимания, российские коллеги распространяют это видео со словами «Путин в Пекине самый почетный гость». Пока Россия и Китай заявляли о своей тесной дружбе и крупных проектах, их главный оппонент – Запад и США – пестрелись скептическими заголовками. Западные СМИ отмечают, что высокая оценка достижений пояса и пути прозвучала на фоне урезания планов по его развитию. В последние годы Пекин сократил масштабы деятельности в рамках инициативы, отказавшись от финансирования грандиозных инфраструктурных проектов и сосредоточившись на менее масштабных, более экологичных начинаниях. Это решение было принято вследствие двух причин – усугубления внутренних экономических проблем Китая и недоиспользования многих проектов, финансируемых за счет пояса и пути. Хотя следует отметить, что инициатива действительно способствовала экономическому росту. Отмечают они и поредевший список европейских гостей. Журналисты подсчитали, что на этот раз из 27 лидеров ЕС в Пекин приехал только венгерский премьер Виктор Урбан – белая ворона европейской политики и главный союзник Путина в Европе. Хотя сам Путин это заявление на полях саммита опровергнул, а перед самым саммитом с нового шелкового пути свернула Италия – единственный участник китайской программы из числа развитых демократических стран Большой Семерки. Жан, возвращаясь к Асымжу Марту Токаеву, в этот раз состоялся первый его визит в Синьцзянь, насколько мы знаем. Да, Милина, в сообщении о Курде не сказано, обсуждалось ли на встрече с Ма Сунжуем положение этнических казахов в Синьцзяне. А пока эксперты подводят итоги встречи. Вот что говорит политолог Аркадий Дубынов. На мой взгляд, президент Токаев прекрасно отдает себе отчет в значении Казахстана в привязке к проекту «Один пояс, один путь». Замечу, что Токаев ни разу не упомянул о сопряжении евразийского проекта, который проталкивается странами ЕАЭС во главе с Россией в целях найти точки соприкосновения с проектом «Один пояс, один путь». Несоизмеримые проекты. Один уже давно работает, второй только обещает заработать. Токаев понимает, что его страна огромная, и она несет высокую ответственность за весь регион. Он не устает напоминать об этом не только на этом форуме, но и на других мировых площадках. Милина, у меня на этом все. Жан, спасибо тебе большое за интересный обзор. Я напомню, это была Жанна Алпызбаева с авторским обзором «На высшем уровне». Мы продолжим выпуск. Новая Ближневосточная война остается главной темой мировой повестки. Новостные редакции каждый день обновляют данные по количеству жертв в секторе Газа и Израиля. На утро субботы пострадали уже более 5000 человек. Основной фокус у всей мировой прессы сместился с нападения Хамаса на ответные действия Израиля. ВВС и ВМС израильского государства наносят удары по укрытиям организаций Хамас, палестинский исламский джихад и складам оружия в Газе. Анонсированная масштабная наземная операция Израиля еще не начата. Она может изменить ход всех событий на Ближнем Востоке и усугубить ситуацию, отмечают эксперты. Мнение сторон и контекст повестки изучала наша коллега Айдана Карибжанова. Айдан, добрый вечер. Добрый вечер, Милин. Случилось вот то, чего жители региона боялись больше всего. Это полномасштабные обстрелы с обеих сторон, война, жертвы. Мы постоянно видим фотографии пострадавших детей от обстрелов. По-прежнему открыт вопрос об ответственности за взрыв в центральной больнице Газа, унесшем в жизни сотни людей. Да, Милина, эти фотографии из сектора Газа не оставляют никого равнодушными. Взрыв в больнице во вторник еще больше усилил напряженность в регионе, привел к бурной реакции в мире и протестным акциям против военных действий. Вину за взрыв по-прежнему никто не взял, ни Хамас, ни Израиль. И под вопросом остается наземная операция Израиля. Она не начата, по мнению экспертов, из-за нескольких факторов. Об этом и не только в обзоре. За две недели боевых действий на Ближнем Востоке жизни лишились больше 5000 человек с обеих сторон. Минздрав сектора Газа заявил о гибели 3785 палестинцев, из них больше 1500 детей. На фоне увеличения жертв в густонаселенном секторе фокус СМИ сместился на последствия израильской ответной операции «Железные мечи в Газе». Мир в особой растерянности после взрыва в древней центральной больнице Газа, в которой укрывались беженцы и дети. Вопрос, кто виноват во взрыве, по всей видимости, так и остается открытым вопросом недели. Вечером во вторник в результате удара по больнице Аль-Ахли по обновленной версии Минздрава Газа погибли 471 человек. Палестинские группировки Хамаса и Исламский джихад, признанные Израилем, ЕС и США террористическими, сразу после случившегося объявили, что причиной гибели людей стал ракетный удар со стороны израильского Цахала. По данным израильских военных, трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты группировка «Исламский джихад» с территории, расположенной рядом с больницей. Ссылались военные на видеосъемку момента запуска ракеты, спутниковые снимки и разведданные. Момент запуска неисправной ракеты и ее попадание в больницу, как утверждает Сахал, попал в эфир арабского телеканала Аль-Жазира. На кадрах виден запуск ракет из, как утверждается, сектора Газа. В воздухе объект взрывается, оставляя за собой яркую вспышку, после чего на земле происходит взрыв. В качестве еще одного доказательства своей непричастности к трагедии Сахал обнародовал, как было сказано, перехваченные переговоры террористов из Хамас, которые обсуждают неудачный пуск ракеты «Исламским джихадом» и попадание ее в больницу. Как бы то ни было, реакция мира последовала сразу же. В первые часы обвинили во всем Израиль, Египет, Иордания, Саудовская Аравия и Бахрейн. Удар по больнице осудила Турция, Всемирная организация здравоохранения. Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал бомбардировку госпиталя атакой против гражданской инфраструктуры и нарушением международного права. МИД Казахстана сделал еще одно заявление по ситуации на Ближнем Востоке. Астана осуждает нападение Хамас на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев. Страна поддерживает призыв Генсека ООН об освобождении заложников без каких-либо предварительных условий. Казахстан также призывает Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, которая ведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, сектора газа и разрушению гражданской инфраструктуры. В день удара по больнице в Израиле находился с визитом канцлер ФРГ Олаф Шольц. Вот кадры его эвакуации из правительственного самолета. Почти перед вылетом делегации на Кипр над Бенгурионом сработала воздушная тревога. Команде Шольца, в составе которой были и журналисты Пула, пришлось переждать перехват израильской системы ПВО двух ракет над аэропортом, лежа на взлетно-посадочной полосе. В среду Израиль посетил президент другого союзного государства Джо Байден. Довольно редко главы США приезжают в регионы, где идут боевые действия, поэтому визит назвали историческим. Байден лично заверил о готовности оказывать поддержку Израилю. А вот что касается взрывов больницы Газы, то американский лидер отметил, что, судя по их разведке, удар был организован, цитата, террористической группировкой. Также Байден анонсировал помощь размером в 100 миллионов долларов жителям западного берега реки Иордан и сектора Газа. Позже, уже 20 октября, стало известно, что Белый дом обратился в Конгресс с запросом на почти 105 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США. Возможно, визит Байдена на Ближний Восток должен был укрепить имидж американского лидера и позиции в регионе. Однако на фоне взрывов больницы Газы и позиций Вашингтона, глава Палестины Махмуд Аббас отказался от запланированной с Байденом встречи на полях саммита в Иордании. Сам саммит в Амане, где должны были встретиться главы США, Египта, Иордании и Палестины, также был отменен. Хотя на него были возложены немалые надежды в вопросе деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. В Амане реакции на взрыв в больнице стали беспорядки. Протестующие пытались поджечь посольство Израиля. Акции протеста прошли и в Рамале, столице палестинской автономии, на западном берегу. Полиция применила даже слезоточивый газ. Крупные акции прошли в Стамбуре и Анкаре. Жители Турции требовали выгнать посла Израиля из страны. Посол Лиллиан принял решение покинуть Турецкую республику. Акция протеста также прошла и в США. Еврейские активисты прорвались в одно из зданий Капитолии, требуя от законодателей и администрации Джо Байдена добиться прекращения огня в секторе газа. Были задержаны порядка 300 человек. На фоне всех этих событий не в фокусе внимания осталась война в Украине. Газета Financial Times опубликовала большую статью, где со ссылкой на неназванных дипломатов называют поддержку Западом Израиля неким лицемериями с введением на нет многомесячной работы по изображению Москвы как глобального изгоя за нарушение международного права перед многими странами. «Мы определенно проиграли битву на глобальном юге», цитирует газета одного из дипломатов стран G7, имея в виду страны, развивающиеся экономикой. Американская The Wall Street Journal на неделе выдала статью о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на изменение глобального баланса сил. «Новая война», пишет автор, истощает американские и европейские ресурсы, одновременно ослабляя давление на Россию и предоставляя новые возможности Китаю. Так, по мнению одного из спикеров, эскалация на Ближнем Востоке оказывается благом для главных геополитических соперников Америки – Китая, России и Ирана. Тем временем Израиль вот уже несколько дней дает понять, что готов к наземной операции, которая по плану Тель-Авива поможет освободить территорию сектора газа от влияния Хамаса и даст возможность массовому переселению местных жителей на юг и дальше. Пример Нитаняху на неделе встречался с военными. В ряды Цахала призвано свыше 300 тысяч резервистов. В разных местах на границе с газой сосредоточились танки «Меркава», самоходные артиллерийские установки и вооруженные пехотинцы в полном боевом снаряжении. Корреспондент газеты BBC Франк Гарднер в статье под названием «Пауза на размышление. Почему Израиль еще не вошел в газу» приводит несколько главных факторов о судьбе наземной операции. Первое – фактор Байдена. По мнению автора, сильнейшая эскалация невыгодна США, поэтому визит Байдена был нацелен и на снижение радикального градуса правительства Нитаньяху. Второе – фактор Ирана, который ранее уже заявлял, что вторжение в газу приведет к ответным действиям и со стороны Тегерана. И третье – гуманитарный фактор. Если и когда израильские силы войдут в густонаселенную газу, число жертв стремительно возрастет. Погибнут и израильские военные. Часть действий будет идти и в многочисленных подземных тоннелях газа, пишет газета. В ООН и ВОЗ продолжают бить тревогу по поводу гуманитарной ситуации в секторе. Ранее, напомню, израильские силы просили местное население покинуть регион. Однако, по сути, палестинский анклав заблокирован. Правда, к концу недели появились хорошие новости. Открылся пропускной пункт Рафах, контролируемый израильскими силами на границе Египта и сектора газа. Через него по плану будет доставлена гумпомость жителям анклава и будет осуществлен выезд для лиц с двойным гражданством. По оценке замгенсека ООН по гуманитарным проблемам Гриффитса, для удовлетворения потребностей жителей сектора газа потребуется отправлять в день по 100 грузовиков. Гутерриш назвал вопрос доставки туда гумпомощи вопросом жизни и смерти. Вот такие итоги второй недели войны на Ближнем Востоке. Милина, на этом передаю эфир тебе. Что ж, Айдана, спасибо тебе большое за такой подробный обзор и надеемся на скорейшее урегулирование военного конфликта. Напомню, это была Айдана Карибжанова со своим авторским обзором. Мы продолжим выпуск. Война Израиля и палестинского исламистского движения Хамас может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу. Запад требует от Египта принимать палестинских беженцев, но вот Каир угрожает переправить их обратно в Европу. Вопрос, что делать в случае эвакуации из сектора газа более двух миллионов человек, тревожит многих западных политиков. 17 октября в режиме видеоконференции прошло внеочередное заседание Европейского совета. Обсуждали там многое. Об этом и не только поговорим через несколько секунд. Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, спровоцированное войной между радикальным палестинским движением Хамаса и Израилем, заставило сотни тысяч людей срочно эвакуироваться из сектора газа. По данным ООН, к 14 октября на юге Анклава разместились свыше 600 тысяч беженцев. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что война Израиля и палестинского исламистского движения Хамас может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу. И вообще, по его мнению, сегодняшний миграционный кризис может иметь серьезные последствия для безопасности европейских граждан. Существует серьезный риск миграции и перемещения большого количества людей в соседние страны, на территории которых уже есть значительное количество беженцев. Есть риск дальнейших миграционных волн в Европу. А за неделю до этого высказывания премьер-министр Франции, выступая в национальном собрании, сообщил о решении Евросоюза признать палестинскую группировку Хамас террористической организацией. Глава французского Кабмина признала, что обострение ближневосточного кризиса может быть долгим, и сообщила, что Франция выступает за мирное урегулирование. На этом фоне лидеры Евросоюза 17 октября провели экстренный саммит. На повестке дня стояли главные вопросы – какова общая позиция ЕС в отношении разразившегося конфликта, сколько потребуется гуманитарной помощи для палестинцев и что делать с возможной новой волной беженцев. Хотелось бы подчеркнуть, что в Евросоюзе в последние годы и так стремительно растет приток беженцев. По подсчетам Еврокомиссии в 2022 году в ЕС прибыли почти 4 миллиона легальных и 350 тысяч нелегальных мигрантов. Для сравнения, в разгар кризиса 2015 года в ЕС прибыли около 2 миллионов человек. Рост нелегальной миграции в ЕС считают большой проблемой в связи с ростом преступности. Польша, Венгрия, Чехия и Словакия во время миграционного кризиса 2015 года отказались принимать беженцев из Ближнего Востока. И сегодня, в 2023 году, ничего не изменилось, как мы видим. Официальный представитель генерального секретаря ООН ранее сообщил, что Израиль уведомил Всемирную Организацию о необходимости срочно заняться перемещением с севера газа более миллиона палестинцев. В движении Хамас призвали местное население игнорировать требования Израиля. Оно также обратилось к ООН с просьбой пойти на срочные меры против принудительного перемещения людей. Президент Палестины на переговорах с госсекретарем США заявил, что насильственное перемещение населения газа неприемлемо. В движении Хамас заявили, что палестинцы будут стойкими перед лицом агрессии и не покинут свои родные дома. Мы продолжим нашу борьбу до тех пор, пока наше государство не будет создано. Наши пленники и священные места не будут освобождены, а наши перемещенные лица не вернутся в свои дома. Общую границу с сектором газа, где ведутся активные боевые действия, кроме Израиля, имеет и Египет. Многие из палестинцев устремились к единственному КПП на границе с Египтом, который Каир держит на замке. Впрочем, вот власти Египта заявляют, что официально его не закрывали. Но наверняка Каир просто боится последствий. А вот у Евросоюза нет четкого плана на этот случай нового притока мигранта с Ближнего Востока, считают так депутаты Европарламента. 17 октября, как говорила ранее, ЕС провел экстренный саммит для обсуждения перспективы предоставления гуманитарной помощи Палестине и риска нового миграционного кризиса. В Европарламенте подчеркивают, что очередная волна беженцев пройдет в том числе через Западные Балканы в направлении Германии, Франции и Великобритании. Эксперты считают, что приток нелегалов может повлиять на рост криминогенной обстановки в Европе. Ведь в такой толпе легче затеряться представителям деструктивных течений. Свидетельством этого может служить недавний теракт в Брюсселе, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным преступником оказался тунисец, нелегально проживающий в Брюсселе. Сам он называл себя членом ДАИШ, и таких случаев может стать в разы больше. Но точных прогнозов дать сейчас очень сложно. Мы продолжим следить за развитием событий. В бывшей столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, городе Ханкенди, Армения называла этот город Степанакерт, теперь развивается азербайджанский флаг. Его торжественно водрузил там президент Азербайджана Ильхам Алиев. Непризнанный Нагорный Карабах был одним из самых проблемных вопросов между Баку и Ереваном. Но в результате военных действий Азербайджану удалось вернуть под полный контроль эту территорию. Нагорно-Карабахская республика фактически перестала существовать. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территорий Нагорного Карабаха за Азербайджаном. Сейчас Ереван и Баку обсуждают мирный договор. Кроме Ханкенди, азербайджанские флаги были подняты в Ходжалы, Агдере и других населенных пунктах Карабаха, вернувшихся под контроль Баку. Таким образом, Азербайджан продемонстрировал восстановление полного суверенитета над Карабахом. Некоторые из тех, кто сидел в этом здании, угрожали нам. Они говорили, что их танки дойдут до Баку. Они дошли. Сейчас стоят в нашем парке трофеев. Эти люди говорили, что будут пить чай в Баку. Они на самом деле сейчас пьют чай в Баку в следственном изоляторе. По оценке ООН, в регионе за несколько недель осталось не больше тысячи из проживавших там 120 тысяч армян. Ереван назвал отъезд населения этнической чисткой. При этом азербайджанские власти призвали жителей остаться в регионе и заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха. А между тем в Ереване ищут виновных в сложившейся ситуации. На неделе премьер Армении на заседании Европарламента в Страсбурге обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне недавних событий в Карабахе. Он также раскритиковал действия союзников по безопасности, однако не пояснил, кому именно у него есть претензии. Он отметил, что ОДКБ и страны, имеющие обязательства по безопасности на двусторонней основе, цитата, ничем не помогли Армении и оставили нас одних. Я не приемлю удивленные лица некоторых международных чиновников по поводу произошедшего в сентябре исхода армян Нагорного Карабаха. В то же время я благодарен Европарламенту за то, что он назвал произошедшее в Нагорном Карабахе своим именем. В условиях бездействия миротворческого контингента РФ свыше 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома и родные места. В период, когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в сфере безопасности не только не помогали нам, но и делали публичные призывы к смене власти, свержению демократического руководства в Армении. Как заявляют СМИ, в Москве оказались недовольны последними словами Пашиняна. Похоже, что в Кремле верные столковали обвинения премьера Армении. Как пишет издание ТАСС со ссылкой на высокопоставленного источника, поведение премьер-министра Армении говорит о том, что он идет по пути президента Украины Владимира Зеленского. Он описал эти высказывания как безответственные и провокационные, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений. На евроинтеграцию нацеленной власти Грузии, но вот парламент этой страны на неделю не смог провести процедуру импичмента в отношении президента Соломы Зурабишвили, так как сторонникам этой инициативы не хватило голосов. Партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти, рассматривала возможность остранения Соломы Зурабишвили от должности президента, обвиняя ее в нарушении Конституции. Поводом для этого стали ее зарубежные поездки, в рамках которых глава государства пыталась убедить европейских лидеров в необходимости предоставления Грузии статуса кандидата в Европейском Союзе. Об этом и не только в сюжете наших коллег. Осуществить свою мечту у партии «Грузинская мечта» не получилось. На заседании парламента 18 октября это политическое объединение не смогло получить достаточное количество голосов для отстранения Зурабишвили от должности. 86 из 150 депутатов сказали «да» отставки президента, но этого оказалось недостаточным для проведения процедуры импичмента, требовавшей 100 голосов. В своем выступлении в парламенте Соломы Зурабишвили начала с риторического вопроса. Интересно, как вы будете смотреть в глаза своим детям и внукам? Как вы объясните им, что променяли их европейское будущее на свое личное благополучие? Обсуждение моего импичмента войдет в историю не как победа верховенства закона, а как закрепление однопартийной власти над судебной системой. С самого начала процедуры импичмента партия «Грузинская мечта» признавала, что шансы на достижение необходимого количества голосов невысоки. Тем не менее, внутри партии считали важным документировать нарушения со стороны президента и выразить недовольство по поводу ее поступка в должности главы государства. Они также обвиняли Зурабишвили в тайном сотрудничестве с оппозицией, мол, президент так себя вести не должен. С сегодняшнего дня, в течение следующего года, Соломезу Баришвили будет лишь формально президентом Грузии. Она будет президентом не Грузии, а национального движения. Противостояние между правительством и президентом основано на нескольких причинах. Первая политическая поддержка при выборах Зурабишвили была избрана президентом Грузии в 2018 году. И несмотря на то, что она формально являлась независимым кандидатом, многие эксперты утверждают, что в ее победе сыграла роль поддержка со стороны правящей партии «Грузинская мечта». Отношения с Россией Зурабишвили и некоторые критики власти обвиняют правящую партию в излишне сдержанной позиции в отношении России и сближении с Москвой, несмотря на осуждение российского вторжения в Украину. Это вызывает разногласия и недовольство внутри грузинского политического вестиблишмента. Приоритет и лояльность Зурабишвили, считающаяся одним из самых главных сторонников евроатлантических интересов Грузии, стоит перед дилеммой между отданием приоритета политическим обязательством перед грузинской мечтой и долгосрочными интересами своей страны. Она приняла решение в пользу долгосрочных интересов Грузии. Эти разногласия между президентом и правящей партией отражают более глубокие политические и геополитические напряжения в Грузии. Стремление Тбилиси приблизится к Западу, в частности к Европейскому Союзу и НАТО, в контексте сложных отношений с Россией. Несмотря на этот антиевропейский импичмент, Грузию нельзя бросать. Нельзя позволять России усиливать свое влияние в этом регионе. Согласно мнению экспертов, неудавшийся импичмент президента может иметь далеко идущие последствия. Эта неудача может негативно повлиять на процесс евроинтеграции Грузии, может создать впечатление о нестабильности и неспособности правительства решать внутренние вопросы, что может отрицательно сказаться на международной репутации страны. Внутриполитические последствия включают и ослабление электоральной базы правящей партии «Грузинская мечта». Неудавшийся импичмент может привлечь больше сторонников президента Зорубишвили и усилить ее позицию в стране. Грузия находится в сложном регионе со множеством геополитических вызовов, и решения, связанные с интеграцией в Европейский Союз и НАТО, могут иметь приоритет среди остальных политических решений. И прямо сейчас о других событиях в мире коротко. Двух болельщиков сборной Швеции по футболу застрелили в Брюсселе. Бельгийские власти квалифицировали нападение как теракт. Из-за атаки был отменен матч между сборными Швеции и Бельгии. Нападавший был убит при задержании. Его личность установлена. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в Казахстане группировка «Даиш». На Великобританию обрушился шторм Бабет. Порывы ветра достигали 113 км в час. Местные власти объявили красный уровень погодной опасности. Последний раз подобный уровень угрозы вводили в Великобритании в феврале 2020 года. На сегодняшний день там отменены занятия в школах, а также все сотрудники переведены на удаленную работу. Жителям рекомендовано отказаться от любых несрочных поездок. Злоумышленник в Польше обворовал торговый центр, притворившись манекеном. Перед закрытием торгового центра преступник неподвижно вставал около витрин и ждал, пока посетители и продавцы уйдут. Просматривая изображения с камер видеонаблюдения, охранники неожиданно обнаружили мужчину, бродящего по залам центра. Они поймали вора, когда тот снова решил посетить магазин. Молодого человека арестовали на несколько месяцев. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. 400 животных спасены во время полицейского рейда недалеко от Барселоны. 13 человек арестованы за жестокое обращение с животными и отмывание денег. Банда импортировала животных из Восточной Европы. Подозреваемым предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. Напомню, что новый закон о защите животных, вступивший в силу в Испании в сентябре, запрещает покупку домашних животных в магазинах или через интернет. И напоследок. В Германии ввели должность уполномоченного по одиночеству. Пока такой сотрудник появился в столице страны, городе Берлине. Местные данные говорят, что минимум каждый десятый житель немецкой столицы чувствует себя одиноким. А среди жителей, которым за 65 лет, от одиночества страдает едва ли не каждый третий. Правда, пока неизвестно, как будет решать проблему новый чиновник. Но вот очевидно, что тенденция эта затрагивает не только людей более старшего поколения. Например, власти Южной Кореи заявили о новой инициативе. Они будут выплачивать по 500 долларов в месяц молодым людям, которые ведут затворнический образ жизни. Эти деньги молодежь сможет потратить на собственные развлечения, сходить в бар или, например, в кино. С помощью нововведения планируется побудить малообщительных людей выходить из дома. Что ж, такую тенденцию важно вводить в каждой стране. Ведь одиноких людей очень много. И, надеюсь, с такими нововведениями их число будет существенно сокращаться. Это были все события, о которых мы успели вам рассказать. Увидимся в следующую субботу, как всегда, в 20.00 на телеканале «Томикинг Бизнес». На сегодня все. До свидания. Хороших выходных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА